В то время как ни в одном моем видео не было и не будет ни одной рекламы кейсов и тому подобной неофициальной интеграции. Монетизация, да, там крутят всякое разное, в принципе, то же самое, что и по ТВ. И выбирать формат рекламы там автор уже не вправе, ее ставит YouTube. Но факт в том, что когда был поднят вопрос о так называемых кейсах и блогерах на официальном форуме игры, то даже сама Картошка сказала, а точнее местные модераторы ответили, цитирую, что блогеры не являются сотрудниками компании, соответственно, они не дают клятву нигде никому никогда не рассказывать о левых сайтах. Если вы решаете последовать их советам, вы делаете это только на свой страх и риск. Со стороны компании ВГ никаких обязательств касательно данного вашего решения нет. Компания ВГ может только предупредить, что все эти сайты не являются нашими. Но помимо рекламодателей и подписчиков, пишущих мне письма, иногда ко мне залетают и инсайдеры, люди, которые порой могут реально перевернуть твое сознание. И вот не так давно ко мне поступила инфа, которая звучит крайне интересно. Правда это или нет, как всегда судить вам, уважаемые зрители. Это всего лишь набор букв и информации, которой я сейчас хочу поделиться с вами. Вкратце, это инфа по поводу сайтов с кейсами, и она следующая. Дело в том, что практически каждый такой сайт и проект является либо личным проектом того стримера, который это рекламирует, либо проектом его хороших друзей, и помимо всего прочего они имеют процент от каждого задоначенного по их реферальной ссылке рубля на этот сайт, плюс общую сумму за рекламу. А далее ко мне попало пересланное сообщение, которое мне скинул один не менее известный танковый блогер, с которым я общаюсь. Так вот там некая частная компания предлагала ему помощь в организации своего продукта для монетизации своего контента. Говоря проще, любой блогер с деньгами может приобрести у них подобный сайт, где речь идет уже вовсе даже не о процентах, а ты получишь при этом готовый свой сайт к рекламе, на личном сервере, домене и тому подобное. В общем, все под ваш собственный контроль. И чтобы тебя, то бишь блогера, это предложение заинтересовало, они могут даже предоставить тебе подтверждение с других проектов и тому подобное. Здесь уже, кстати, указаны личности танковых блогеров, кто уже обладает такими сайтами с воткейсами. Как бы, знаете ли, примеры работ. Мол, вот сколько денег будет и у тебя. Как вы понимаете, 90-е никуда не уходили, а просто-напросто фокус с тремя стаканчиками и пластмассовым шариком перебрался на просторы интернета. Понятное дело, кризис, всем хочется вкусно покушать, съездить на море, купить супруге новой си**и, и народ начинает буквально не брезговать ничем.